Всем привет! Я Роман Соболёк, корреспондент агентства «Уния на Москве» и хочется этот бложик посвятить последнему брифингу моей любимой Марии Владимировне Захаровой. Очень уж много она говорила о нашей прекрасной стране, о нашей Украине. Добрый день! Можно ли выйти из самого себя? Это вопрос риторический. Несмотря на то, что вся Россия ждет, что 16 июля Трамп наконец-то отдаст Путину ключи от Украины в Хельсинки, естественно, в торжественной или очень торжественной обстановке, здесь по-прежнему недовольны Белым домом, хотя, конечно же, нехорошие слова по отношению к его голове не используют. Так вот, этот раз Мария Владимировна жаловалась по поводу учений Сибриз. Нас просили прокомментировать проведение в этом государстве украинско-американских учений Сибриз-2018. Это ежегодные командно-штабные учения Сибриз, в которых примут участие свыше 3 тысяч военнослужащих из Украины и стран НАТО, десятки морских судов и летательных аппаратов, порядка 200 единиц бронетанковой техники. Значительную часть военнослужащих, полторы тысячи, направили в Соединенные Штаты Америки, которые, помимо этого, будут осуществлять и общую координацию учений. Ужас, ужас, сапоги солдат НАТО уже у российских границ. Но самое интересное то, что эти сапоги этих НАТО проводят подобное учение, ну, в частности, учение Сибриз с 1997 года. И вы не поверите, но факт, исторический факт, что в 90-х годах в этих маневрах не стеснялась принимать участие Российская Федерация. Ну, тогда они не очень боялись этих НАТОвских солдат, вояк. Основной целью которой заявлена отработка проведения операции, цитирую, по обеспечению безопасности в кризисном районе по стандартам НАТО. Было бы странно, если бы учения, в которых в основном принимают участие страны НАТО, проводились бы не по НАТОвскому стандарту. Но словосочетание НАТОвский стандарт – это как бы словосочетание, после которого надо немножечко бояться и становиться очень и очень настороженным. С легкой руки киевских властей роль такого кризистого района, в очередной раз признанная исполнить территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей и примыкающая к ним акватория Черного моря. Украина проводит учения там, где она может проводить, но на самом-то деле кризисным районом у нас является оккупированный Крым и акватория вокруг полуострова, ну и, конечно, захваченный российскими боевиками и контролируемый российским правительством частей Донецкой и Луганской областей. Ну, вы об этом и так, собственно говоря, знаете. Военная активность будет осуществляться в непосредственной близости к зоне конфликта на юго-востоке Украины. Чего? Все-таки не хватает МИД России, глобуса Украины, потому что так они путаются в географии украинского государства. И достаточно посмотреть на карту Украины, чтобы убедиться, что в российской, скажем так, системе координат вот то, что сказала Захарова, это называется выдвижением территориальных претензий, потому как захватили наши российские бывшие друзья, а теперь российские захватчики отдельной части Донецкой и Луганской области. И это далеко не юго-восток Украины. Где, несмотря на объявленное Минской контактной группой с 1 июля хлебное перемирие, украинские силовики продолжают ежедневно обстреливать мирные города Донбасса. Маша, Мария Владимировна, ну, мирные города Донбасса были мирными, пока там развивался украинский флаг. А после того, как пришли русские оккупанты, поставили туда российскую технику, российских наемников и так далее, и так далее, уже не хочу сотый раз это повторять, эти города перестали быть мирными. И, собственно говоря, как только возвращается украинский флаг, сразу наступает мир. И достаточно посмотреть на печально известный город Славянск, который в 2014 году захватили русские оккупанты. Попытки в этих условиях, так сказать, поиграть мускулами, вряд ли будут способствовать стабилизации обстановки в этом регионе. Это должны понимать и те партнеры Украины, которые, похоже, намеренно подыгрывают киевской партии войны, которая мечтает о разного рода блицкриках. Еще раз, учения Сибрис проводятся уже много-много лет и намного дольше, чем держатся оккупация на Донбассе. Но любопытно и стоит обратить внимание, как умышленно представительница великой страны и пытается связать конфликт на востоке Украины с учениями, которые проводятся на юге Украины. Вообще-то некоторым надо зарубить на носу, что там, где проводятся украинские учения, ну, с привлечением наших партнеров из стран НАТО, а других у нас уже нет, то там мир, мир. Там не стреляют, там летают самолеты, работают банкоматы и нет российского комендантского часа. Ну и да, там не убивают за флажок с украинским гербом и вообще за желто-голубые цвета. Мы, конечно, мечтаем и готовимся к освобождению захваченных территорий, но как бы там ни было, руководство Украины в основном представляют реалисты, и которые понимают, что попытки на данном этапе выгнать захватчиков за поребрик будут сопряжены с подключением российской армии, которая не случайно после 2014 года разместила большое количество воинских подразделений непосредственно у границ Украины. Мы рассматриваем проведение учения как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом. Мария Владимировна, в сотый раз там, где проводятся учения, там нет напряженности. Напряженность и война только там, где русский флаг. В данном случае я говорю о Донбассе. Ну и, кстати, в Крыму тоже не все благополучно, потому что представители РФ постоянно рассказывают о том, что там существует угроза терактов и каких-то экстремистских проявлений. Но факт в том, что пока не пришли туда русские оккупанты, слово «теракты» в украинской коннотации вообще не использовалось, потому что у нас такого просто не было. А тут с поднятием российского флага произошли такие изменения. И, что любопытно, для российского обывателя и российского гражданина это абсолютно логично, потому что, ну, понятно, все прекрасно знают, что Россия очень сильно страдала от терактов, и население действительно этого боится. Неудивительно. Но пока не было РФ, а Украину это миновало. Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные игры с огнем и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности. А то можно подумать, что кто-то другой угрожает региональной стабильности. Ведь в чем загогулино, что только российская армия может уйти в отпуск на своей штатной технике и поехать воевать добровольцами в соседние страны. Такого бреда не позволяет себе никто. И здесь понятно, что есть только две позиции. Или в Кремле лукавят, говоря о том, что они поехали добровольно. Ну или российская армия это банда, которая не подчиняется никому и в любой момент может направить свои штыки в любую сторону. А если российская армия банда, то тогда российскому руководству надо быть более внимательным. Потому что вдруг они это сделают внутри страны. Или можно просто признать и начать называть вещи своими именами. Что Россия напала на Украину, использовала и регулярные воинские формирования, и регулярную армию. Ну почему? Потому что посчитала, что она сильнее. Мы также обратили внимание на провокационные, очередные провокационные высказывания спецпредседателя США на переговорах по Украине. Ксподин Уолкера в интервью германскому изданию Bild. Он сделал их 6 июля по ситуации в Донбассе. Уолкер плохой, а Трамп хороший. Ну по крайней мере и пока. Еще раз говорю, что мы не впервые замечаем, что американские дипломаты, вместо того, чтобы заниматься поиском пути выполнения минских договоренностей, содействию этому процессу продолжают, по сути, просто подливать масло в огонь. То есть называть вещи своими именами, Россию агрессором и оккупантом. Подыгрывая ультра-националистическим реваншистским силам в Киеве. Насчет ультра-националистических сил в Киеве. Понятно, это всего лишь навсего попытка опроводать. Почему Россия оккупировала части Украины. Ну вот это история про фашистов. Но, как показал опыт, по большому-то счету любая страна в российской системе координат может быть объявлена нацистским или фашистским государством. Ну вот, возьмем, например, ту же Хорватию. Всего лишь два слова игрока. Дамагоя виды. И на них сразу повесили этот ярлык. Очень странно из уст посредника уже целый год выслушивает предвзятые сплошь политизированные выпады в адрес России. Россия хочет предстать посредником на этих переговорах, хотя является непосредственной стороной конфликта. Но какой-то странный из России посредник. Вот смотрите, было заседание в нормандском формате на уровне глав МИД. И что же там обсуждали? Обсуждали вопрос обмена удерживаемыми лицами в России и в Украине. Ну, то есть, обмен военнопленными. Странный посредник, который удерживает, у которого есть украинские военнопленные. И это не только Сенцов. Вот почему-то у таких посредников, как у Соединенных Штатов, украинских пленников нет. У Германии, у Франции тоже нет. А у России есть, кажется, с посреднической миссией кто-то не справляется. Называть Россию посредником – это то же самое, что быть немножко беременным. Ну, так не бывает тут или да, или нет. А в нашем случае Россия никоим образом не может претендовать на эту ответственную роль. Дошло до того, что он увидел влияние Москвы в отчетах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ну, иными словами, приводимые там свидетельства постоянных нарушений вооруженными силами Украины и прекращения огня на востоке страны Волкеру просто не нравятся. Здесь вообще все очень просто, потому что представители России есть в составе СММ и ОБСЕ. И понятно, они влияют на отчеты, которые составляются. Как говорится, мне нравится правда. Тем более после того, как США начали поставки киевскому режиму летальных вооружений, которые, как мы понимаем, наверняка окажутся в Донбассе. США начали поставки на летальных вооружений не киевскому режиму, а государству Украина для защиты от российской агрессии. И вот здесь очень важно в процессе вот этого пропагандистского спича делать правильные ремарки. А как вы думали, Украина закупает оружие и внутри страны, и за рубежом для того, чтобы защищаться от российского вторжения? Или вы думаете, такие колоссальные инвестиции делаются для того, чтобы в тире стрелять? Ну, как минимум, это нелепо. Собственно говоря, российская армия тоже делает закупки новой техники. И президент Российской Федерации, когда у него спрашивают, чем занимается российская армия в Сирии, он отвечает, что она там мучения проводит. И после этого забавно смотреть на российские самолеты, которые бомболюки открывают. Интересно, правда, куда эти бомбы падают? Между тем, с начала января миссия зафиксировала в пять раз больше обстрелов населенных пунктов, совершенных украинскими силовиками. По данным главы СММ, от действий вооруженных сил Украины на контролируемой ополчицами территории погибло 18, и ранен 91 мирный житель. Удивительно, правда, почему представитель России, как страны-посредника, говорит о жертвах только с одной стороны. Ну, если вы посредник, тогда вы рассказываете, а что же произошло со стороны, которая контролируется украинской армией? Российская сторона, которая, хотел бы напомнить, участником конфликта и подписантом Минских соглашений не является, вновь призывает Соединенные Штаты Америки сосредоточиться на содействии и, насколько это возможно, всемирном содействии их имплементации, включая оказание необходимого давления на Киев с целью добиться неукоснительного выполнения им своих соответствующих обязательств. Это большая новость. Если Россия не является подписантом данного соглашения, то возникает вопрос, а кто же подписывал от России документы 12 февраля в Минске? Я вам напомню, там было подписано два документа. Декларация президентов, где фотографы поставила Порошенко, Путин, Оланд, на то время президент Франции и Меркель. И второй документ, так называемый комплекс мер. Так вот там, среди прочих, стоит подпись посла России в Украине на то время, Михаила Зурабова. И если из двух документов, которые были подписаны тогда, под каждым стоит подпись представителя России, то говорить, что Российская Федерация не является, ну, наверное, странно. Ну, тогда таки говорите о том, что подпись представителя РФ стоит зиру. Мария Владимировна обижается на Курта Волхера только потому, что он как раз один из немногих, кто называет вещи своими именами. Ну, вот в частности, он говорит о том, что этот конфликт, вызванный российским вторжением на восток Украины, а Россия осуществляет непосредственное командование и контроль над военными силами, а также осуществляет решительный политический контроль над политическими образованиями на оккупированной территории. Это все была прямая цитата. И хочется сказать, Курт, ты молодец, ты называешь вещи своими именами. А это важно, потому что это залог прекращения боевых действий. Не можем не остановиться отдельно на развитии ситуации со средствами массовой информации, свободой слова. На Украине ситуация вокруг положения журналистов в этом государстве продолжает деградировать. Это старая песня. Главный представитель МИД РФ обижается, что российские журналисты действительно имеют определенные, мягко говоря, проблемы в Украине. Ну, вообще-то, в основополагающих документах, законах и не только Украины прописано, что Россия страна агрессор. Да, собственно говоря, она этого не скрывает, потому как флаги РФ развиваются над оккупированным Крымом и Донбассом. В последние дни ознаменовались целым рядом репрессивных мер официального Киева в отношении представителей журналистского сообщества. Во-первых, вчера суд в Херсоне продлил арест руководителя РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене и фактически удерживаемого киевскими властями в качестве заложника еще на два месяца. Я уже говорил, что мне эта история очень и очень не нравится, но по большому-то счету сейчас складывается впечатление, что Мария Владимировна цитирует дословно, только переведя с украинского на русский, и представители МИД Украины, которые высказывали то же самое по отношению, например, к украинскому журналисту Роману Сущенко, ну и не только. Вновь требуем немедленного освобождения журналиста, рассчитываем на более жесткую реакцию профильных международных организаций. Кстати, вот эта история с Вышинским, насколько мне известно, то Украина готова была провести обмен достаточно быстро, и можно было найти юридические варианты, чтобы реально людей поменять. Но здесь не захотели, потому как, с одной стороны, вроде как исповедуют, что Россия украинских пленников держит законно и правомерно, а вот мы такие украинцы плохие. Но Кириллу должно быть интересно, что, получается, его новая родина особо-то не беспокоится о нем. То есть была возможность его вернуть в Россию, но здесь решили, что он может посидеть. Второе. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал телеканал Интер на 154, даже более того, тысячи долларов за трансляцию, вдумайтесь в это, концерта ко Дню Победы 9 мая. МИД России, как обычно, немножко прибрехал, речь идет не о всем концерте, а о некоторых высказываниях, в частности, когда ведущие начали себя позиционировать как ведущие телеканала «Россия-1», рассказывать о фашистах и бендеровцах в Украине. Естественно, им за это сделали ата-та. Да, и концерт-то был показан по Интеру, а вот этот вот фрагмент, я так понимаю, что нет. Если кто-то видел в эфире это, напишите об этом в комментариях. Но что любопытно, в этот же день, когда на Интер наложили штраф на несколько миллионов гривен, надсовет, вот этот вот страшный, продлил лицензию этому телеканалу еще на 7 лет. Слабенько у нас борются со свободой слова. Были бы настоящие фашисты, давно бы закрыли. Штраф практически 155 тысяч долларов за трансляцию концерта ко Дню Победы 9 мая. Знаете, как любят подписывать свои материалы товарищ Бабченко? С приветом, ваши бандеровцы. Слабенькие какие-то бандеровцы у нас пошли. Ими пугают российских детей, а они, оказывается, ничего-то и сделать такого и не могут. Медиарегулятор усмотрел в трансляции «Разжигание ненависти». Напомним, что накануне трансляции концерта несколько десятков представителей украинских праворадикальных а по сути неонацистских организаций, национальный корпус и национальные дружины пытались этому воспрепятствовать, заблокировав офисы телеканала «Интер» в Киеве, угрожая поджогом. Где ОБСЕ? Где господин Дезир? Где ОБСЕ? Где бандеровцы? Где все? Потому что, получается, шума было много, а концерт показали. И я возмущен, дети в российских городах перестанут бояться мифического страшного правосектора. Вот, несмотря на это, концерт был показан в эфире. Огромная часть населения Украины считает 9 мая общим праздником граждан тех стран, которые встали на пути фашизма. Это, наверное, единственная правдивая информация по поводу Украины. У нас действительно большинство жителей нашей страны считают, что Украина внесла колоссальный вклад в борьбу с нацизмом и фашизмом. Напомню, что именно в России начали сепарировать общую победу. И президент России еще до войны рассказывал о том, что Россия победила бы в войне с фашистской Германией и без Украины. У нас тогда такими словами были очень все ошарашены и удивлены. Продолжается политика запретов на въезд в страну зарубежным журналистам. Причем речь идет не о тех журналистах, которые высказывают именно политическую точку зрения на происходящее в Киеве. Нет, речь идет вообще о полном произволе в отношении любых средств массовой информации. На этой неделе пограничники Киевского аэропорта Борисполь не пустили на территорию Украины подданного Великобритании ведущего кулинарно-познавательной программы «Поедем-поедим» на телеканале НТВ. Джон Уоррен. Причиной якобы стало посещение журналистам Крыма. Это якобы причина основная без разрешения Киева. Странное возмущение. Неужели в МИД России думают, что законы Украины распространяются выборочно? Если человек занимается и работает в кулинарном шоу, и он хочет поесть где-то, то ему надо быть очень осторожным и не посещать оккупированные территории. Тем более и в российской глубинке, и вообще в России, и не только в России, ну, есть где поснимать на данную тему, потому что едят все. Он поехал на захваченный полуостров, а теперь кто-то делает вид, что ущемляет журналистов. Но здесь все очевидно. Закон один для всех. И как мы недавно дискутировали в Фейсбуке с Марией Захаровой, ее тоже это касается. Потому что она не стесняется посещать захваченные территории. А это значит, что дорога в свободную Украину ей заказана. На этом все. Читайте Униан. Подписывайтесь на YouTube-канал нашего агентства. И, конечно, на мой канал в YouTube. И увидимся. Но вас ждет вторая серия из этого брифинга. Как говорится, не переключайтесь. Ну, в общем, увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok